И если вы еще, уважаемые друзья, не определились, то как раз сейчас настанет тот самый конкурс, визитная карточка вуза, когда можно поближе рассмотреть, пообщаться, услышать и лишний раз попасть в подобаяние нашей конкурсантки, да? Это действительно самый главный и славный сложный конкурс для участниц. Ну что же, мы полюбуемся первой нашей конкурсанткой. Номер один, Яна Абрамова, Московский государственный институт международных отношений. И ее группу поддержкой встречаем номер один. Настало время выбора, господа, достойнейшего и достойного. За кем пойдут народы, города, кто будет самым стройным среди стройных? Кто первый среди первых кандидатов? Учитель, физик, врач, поэт или его муза? На этот пост прекрасный вариант. Заделка дипломатического вуза. Но есть еще один рисомый аргумент. Вам за МГИМО, друзья, голосовать. Ведь знает даже первый президент. Где лучше всех умеют зажигать. Заделка дипломатического вуза. С них я смогу создать форум, основные вуза. Нас с вами все перекурсы, но мы отградутся. Планы Наполеона действуем, как футбуза. Ведь я в основном курсе, как ими все курсом. Выборы, 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 кандидаты. Молодцы. Браво, это была визитная карточка участницы номер один. Яны Абрамовой, ваши аплодисменты. Яна, оставайся на сцене, не уходи. Еще впереди у тебя ответ на вопрос. Кто же задаст этот вопрос? Не случайно, задающим вопрос будет доверенное лицо кандидата в президенты России. Путина Галина Васильевна Жукова. Просим вас к микрофону. Галина Васильевна, ваш вопрос. Студент Кемгемо. Здравствуйте. Здравствуйте. Студент Кемгемо очень неожиданно. Спасибо большое за возможность выступить. Но, в первую очередь, всем кандидатам желаю успеха. Как и сегодняшним нашим конкурсанткам, так и кандидатам, которые определяются у нас 4 марта. А вам, простите, пожалуйста, не расслышала имя Яна, да? Да. Яночка, я хотела бы у вас спросить. Вот ваш сегодняшний номер, да, который вы нам показали. С чем, вот когда вы его создавали? Ну, во-первых, наверное, кто вам помогал его создавать? И с какими мыслями, да, что вы хотели бы донести до зала, да, до всех присутствующих здесь, когда вы вышли и исполнили вот это? Это как-то светло с выборами или, может быть, с вашим личным выбором? Вы хотите честный ответ? Честно. Конечно. МГИМО не может обманывать, я думаю. Конечно. Безусловно. Я выражаю благодарность Союзу МГИМО за помощь и поддержку в подготовке, в постановке этого номера. На самом деле номер выбран достаточно случайно, и он никак не связан с наступающими выборами. Просто под номером один, поэтому мы решили, что сегодня мы тоже... Сегодня все, безусловно, все кандидаты молодцы, и сегодня же мы выбираем достойную кандидатку на Минстуденчество, поэтому я решила начать с дня выборов. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. В общем, да, Яна, просто провели аналогию. Выборы, а не в красоте выбора. Ну, давайте... Безусловно. Спасибо. Давайте начнем. Представьтесь, пожалуйста. Абрамова Яна МГИМО. Скажите, Яна, вот вы уже финалистка, да? Вы уже добрались до финала. Какие у вас чувства? У меня чувство восторга. Наконец-то это все закончилось, остался всего лишь финальный выход, и потом, опять же, праздненство Минстуденчества, как обычно. Что пришлось пройти, чтобы сюда добраться? Огонь, воду и медные трубы. А на что готовы ради победы? На победу я готова, не знаю, тренировки, тренировки, еще раз тренировки, понимаете. Каждый день мы тренировались в течение января, каждый день, то есть у нас было всего пять выходных. Вот, ну и сегодня, как завершающий аккорд, наконец-то этот день свершился, судный день, и потом уже просто праздник. Вот у вас первый номер. Скажите, как вы считаете, вы будете сегодня первой? Ну, я первой для себя, каждый из конкурсов, извлекая для себя положительные какие-то моменты, опыт, я не знаю, умение владеть собой, считаю это важно. А кто победит, это уже вопрос жюри, поэтому я считаю, что победить достойный, и каждый уже в своем роде что-то победил, поэтому мы порадуемся за победительницу. А когда догрупники узнали, что вы будете участвовать в финале, да? Как они это восприняли? Когда кто? Одногрупники, одногрупники. Одногрупники, ну, как и все, я думаю, вау, ты участвуешь в Минстуденчестве, мне было приятно. Давайте представим на минутку, что вы победили, да, заглянем чуть-чуть в будущее и представим себе это. Что вам помогло победить? Безусловно, это поддержка студсоюзом ГИМО, который поддерживал меня, который помогал мне с номером, когда я судорожно звонила всем и не знала, что же мне придумать. Так что спасибо студсоюзу ГИМО. ГИМО в целом. Что бы хотели пожелать остальным участницам? Остальным участницам я бы хотела пожелать большего саморазвития в дальнейшем, чтобы их харизма, их обаяние увеличивалось только со временем. Я думаю, что эти конкурсы как раз способствуют этому самореализации и увеличению своих как-то внутренних характеристик. То есть это, опять же, обаяние, харизма, стойкость духа, характер. Это все в совокупности. Ну что ж, пожелаем вам победы. Спасибо. Все. Анна Большакова, второй номер, МОИ, Московский авиационный институт. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях от этого конкурса. Очень масштабное зрелище. Мне все очень нравится, все очень здорово, круто. Девчонки молодцы. Мы все друг с другом общаемся, друг друга поддерживаем. Все очень классно. Скажите, пожалуйста, вот у каждой девушки есть свои сильные стороны. Какие они у вас? Разве не видно, какие они сильные глаза? Нет, все абсолютно замечательно. Сейчас у вас будет такая горячая борьба. Чего пожелаете своим коллегам по мероприятию? Удачи, конечно же. Всем себя показать. Но оставаться все равно людьми и не идти по головам. Для меня, потому что главное не победа, а участие. Все было дружно, мирно. И мир во всем мире. Мир во всем мире, да. Ладно, все. Все, не за что. Московский авиационный институт представляет Анна Большакова. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Повезло мне фастуцы, лучший институт. Десни только учат жить, на них отдают мои крылья. Здесь иду я через связи. Здесь иду я. Субтитры создавал DimaTorzok Повезло мне фастуцы, лучший институт. Субтитры создавал DimaTorzok Повезло мне фастуцы, лучший институт. Субтитры создавал DimaTorzok Повезло уйти. Я раздражу его, город Маска, а это главное. — Большое спасибо. Хочется поблагодарить Анна за решительность. Первым рядом было очень приятно, особенно приятно. Это аплодирует галерка. — Спасибо. — Мой вопрос. Скажите, Анна, что для вас красота? — Это весь наш мир. Все мы в этом мире. Мы наполняем его красотой. Все здорово. И во всем мире. — Очень позитивно. Спасибо. Ну что ж, в краткость сестра таланта благодарим и задающего вопрос и Анну. Спасибо, Анна. Спасибо за вашу визитную карточку. Возвращайте микрофон, хотя вот похищение микрофона у Карины уже рассматривается как покушение на этот трон, мисс студенчества. — Да-да-да, конкурентки подступают. Ну что ж, мы представляем вашему вниманию участницу номер три — Элен Авакимян. Московский банковский институт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Больший аплодисмент и участница номер три — Элен Авакимян. Мне кажется, это была композиция, как легко и элегантно Элен будет бороться с финансовым банковским кризисом. Элен, останьтесь здесь, вам придется отвечать за то, что вы сейчас говорили. Мы ждем тебя на сцене. А с тобой поговорит депутат Московской городской думы Михаил Михайлович Тишин. Просим вас к микрофону. Пожалуйста, ваш самый сокровенный вопрос. Самый сокровенный? Элен, все очень красиво, но было очень страшно. Вот как нам твою красоту в банковскую среду и вообще в жизни? Что ты считаешь важным для нашего общества? Что надо превознести, чтобы мир стал добрее, красивее? Ну, я считаю, в первую очередь надо оценить душевную красоту. Надо будет относиться добрее к людям. И красота должна на самом деле быть изнутри. А внешняя красота, это уже на втором плане. Поэтому... Да, да, да. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое за ответ. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Князева Ольга, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Замечательно. Скажите, пожалуйста, как вы шли к этому финалу? Какой путь пришлось вам пройти для того, чтобы здесь оказаться? В первую очередь мне пришлось закончить школу. Поступить в университет Московской государственной экономики, статистики и информатики. На втором курсе принять участие в конкурсе Мисс Месси, университетский конкурс. И, соответственно, меня позвали сюда для дальнейшего моего продвижения в творческом плане. Замечательно. Подскажите, вот у вас такая, на самом деле, очень командная вот такая игра. У других людей такого не наблюдается. На самом деле, подскажите, это ваши подруги. Представьте. Да, это наши подруги. Я думаю, они им это Мария, Катя. Оля. Оля. Катя, Оля, Ира, Даша. Вот. Моя поддержка, это еще не все. Как бы, у нас действительно очень большой командный дух. И, ну, чувство командного духа очень, на самом деле, вот это чувство сплоченности очень помогает, на самом деле. В первую очередь мне и увереннее себя чувствовать. Расскажите, какие чувства вас вот переполняли, когда вы оказались уже здесь? Вот, все, вы знаете, что вы в финале, вы все прошли. Что вы чувствуете сейчас? Сейчас, в данный момент. Ой, ну, естественно, я даже не знаю, что я чувствую. Я хочу быстрее переодеться. Я чувствую, что мне очень жарко в этом костюме. Но, на самом деле, если серьезно, то, ну, естественно, чувство какой-то гордости, да. Когда человек что-то достигает в жизни, даже какие-то мелочи, для кого-то это мелочи, для кого-то это большие успехи. Когда человек что-то достигает, естественно, у тебя вызывается чувство гордости. Ну, гордость саму себя, хотя бы за участие. Как считаете, вы одержите победу? Ну, без уверенности, конечно. Ну, как бы, я считаю то, что... Да. Нет. Вот. Класс. Спасибо большое. Спасибо. Все, спасибо, девчонки. Спасибо. А мы встречаем участница номер 4, Ольгу Князеву. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ольга! Браво! Этот микрофончик для тебя. Да. Ольга, сейчас вам придется отвечать за содеянные. Заместителю председателя экспертной группы молодых депутатов Общественного совета Центрального федерального округа Евгению Тимонину. Евгений, пожалуйста, ваши вопросы студентке МЭСИ. Ольге Князевой, номер 4. Добрый вечер всем. Тоже думал про свой сокровенный вопрос. Я эколог, в первую очередь, наверное, все-таки. И, на мой взгляд, на сегодняшний день, ну вот, экология – это тренд, да. Это одна из основных задач, которая, наверное, все-таки перед нами стоит. Нам нужно мир спасти. Вот что на сегодняшний день, как вы думаете, поможет нам спасти мир? Спасибо. Добрый вечер, Евгений. Спасибо за вопрос. Экология мне тоже близка. Родная сестра у меня тоже эколог, закончила РХТУ. Поэтому с экологией я ассоциирую в первую очередь ее, мою семью. Ее ценность, ее доброту, ее, я не знаю, искренность по отношению ко мне. И мне кажется, ценности людей самое главное. Это самое главное. Какие у них заложены ценности, семейные ценности и доброта. А какие ценности перечислите, пожалуйста. Семейная доброта. Семейная, да, второй вопрос, но с удовольствием его отлично. Это наша крутая. Конечно же, это семейная ценность и доброта, искренность, какая-то преданность, забота и непредательство отношению. И относиться искренне к себе самому, в первую очередь, не обмануть самого себя. Вот, для меня это на самом деле важная ценность. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ольга. Я спрошу на камеру, представитесь. Сиди, конечно, туда ближе. Ну, давай. Представьтесь. Меня зовут Сипаилова Анастасия. Я представляю Московскую Государственную Академию Водного Транспорта. Вы просто замечательно танцевали. Расскажите, долго, как вы шли вообще к финалу? Трудно было, как? Спасибо. Ну, я шла... Да, трудно. Очень много этапов перед этим было. Университетский окружной конкурс. Все достаточно сложно давалось, потому что все новое. Мы ничего не знали совершенно. Всегда новые темы на каждый конкурс, поэтому сложность все-таки какая-то была. А остальные взаимоотношения с конкурсантками есть какая-то борьба между друг другом? Или все дружно? Я скажу, что да, все очень дружно. У нас все решалось очень дружно. Костюмы мы покупали и решали вместе. Наверное, сложность началась сейчас, когда у нас уже чувствуется вот этот заряженный воздух, когда начинается конкуренция. Да, мы друг на друга гаркаем, ругаемся. Но это все на стрессе, так же, как мы на свою группу поддержки порой повышаем голос. Скажите, пожалуйста, на что вы готовы ради победы? Я не скажу, что на все, но на все, что в рамках. Я, в принципе, я вообще готова победить, и я знаю, что не нужно будет ничем жертвовать. Хорошо, все, желаем вам удачи. Спасибо большое. Спасибо вам. Анастасия Сипаилова представляет Московскую государственную академию водного транспорта. Сипаилова представляет Московскую государственную академию водного транспорта. Когда на корабле пробило две склянки, все уже были на ногах. Море волновалось. За руль встал сам Питер. Сипаилова представляет Московскую государственную академию водного транспорта. Сипаилова представляет Московскую государственную академию водного транспорта. Он не смешит. Сипаилова представляет Московскую государственную академию водного транспорта. Не преди мы, ты знаешь, что у тебя есть я, а у меня есть ты И пусть поднимись, взлети над облаками И дотянись до самых звёзд трубками Пусть поднимись, сиянье звёздных радуг сможешь ты Осуществить твои мечты Номер пять Анастасия Сипайлова, Московская государственная академия водного транспорта И, конечно же, вопрос от директора по маркетингу компании Ингостракт Вадим Юрко, пожалуйста, к микрофону Настя, здравствуйте Здравствуйте Желаю вам победы Спасибо Также вам желаю не отвлекать капитанов круизных кораблей никогда Вопрос у меня будет не по теме Я, на самом деле, просил организаторов предоставить мне возможность задать какой-нибудь вопрос Представителю финансового вуза Но мне сказали, вы же страхуете водный транспорт Я так подумал, ну да Настя, но вопрос, на самом деле, жизненный Назовите, пожалуйста, три своих основных приоритета в жизни Мой главный приоритет это моя мама Это самое важное, наверное, я всегда для нее стараюсь Соответственно, с первым идет моя семья Со вторым это обязательно моя любовь, которая у меня есть, слава Богу И мои друзья Спасибо большое, что приветствую Настя, ну и лица компании Индустраха В этом году мы партнеры Церкви до Солей Еще раз мы желаем вам победы А вот 3 февраля мы ждем вас на представлении Церкви до Солей Спасибо Аплодисменты участницы номер 5 Анастасии Сипайловой Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Анисима Екатерина Я представляю Московскую международную высшую школу бизнеса Мирбис Расскажите, пожалуйста, как вы шли к финалу? Ну, у нас был конкурс вузе Потом были округа Каждая девочка выкладывалась на все 100% Чтобы показать себя с наилучшей стороны Чтобы потом в результате попасть на такое замечательное масштабное мероприятие Как финал конкурса Местуденчества в Москве Как вам организация данного праздника? Замечательная организация Мы готовились к финалу очень-очень долго Мы репетировали Мы прогоняли все номера Спасибо нашим хореографам, организаторам Которые с нами с ночи до утра сидели и занимались Спасибо им огромное за это Такой вопрос Вы говорите о том, что с вами занимались А вот какая команда у каждой конкурсантки? Потому что кажется, что вы выходите на сцену и вы одна А на самом деле расскажите про этих героев Которые вам помогали? Вы, наверное, имеете в виду визитную карточку вуза Мне помогал, естественно, мой вуз Который стоял у стенда Который меня поддерживал, рассказывал Чтоб за меня голосовали Чтоб меня выбрали Ну и так далее А так со мной выступает моя команда Коллектив современного танца Старвей Скажите, пожалуйста, что для вас победа? Вот если вы победите, что это для вас? Вы знаете, победа это как взрыв Ты не знаешь, что будет дальше И как ты будешь на это реагировать Но это такие эмоции, которые невозможно передать И, наверное, каждая девочка, конечно, хочет их пережить Но будем надеяться, что нам повезет Все, спасибо большое Спасибо Спасибо Дамы стали на мужик. Ждаем сил пройти до сон. Раскоязнеть жизнь. Магусы на инверситет. Верный путь укаши. Я знаю о холодном и пути легким. Раскоязнеть жизнь. Суду мне души. Я прозвищу свершения. А мы приглашаем на сцену участницу номер 6. Это Екатерина Анисимова. Московская международная высшая школа бизнеса. Слушаю. Да, конечно. Серьезно. Серьезно. Правда? У вас? Вы не шутите? Так. Наша страна столкнулась с первым по-настоящему глобальным экономическим кризисом. Нам очень нужно связать с тайной. Очень нужно. Конечно. Они все сохранят в тайне. Спасибо. Есть клиент. Мир без. Прекрасно. Мир без. А мир без. Прекрасно. В Покуре. Прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам большое за работу Нужна поддержка Какие специалисты? И вот Катя Мисимова из той самой Московской Международной Высшей Школы Бизнеса Мирбис Придется сейчас пообщаться Я думаю, это будет удовольствие от общения С членом Общественной Палаты Российской Федерации Максимом Мищенко Максим, пожалуйста, вот и так добры Ваш вопрос для нашей красавицы из Школы Мирбис Привет, Катя Здравствуйте Скажи, пожалуйста Я думаю, этот вопрос волнует многих мужчин в этом зале А у тебя парень есть? Правда сказать, да? Правда, да Нету Это очень хорошо Скажи, а какое твое мужское любимое имя? Я люблю имена, которые начинаются на А Но на самом деле это абсолютно не важно Потому что главное, какой человек внутри И насколько мне нравятся они имя его Но все-таки Вот если бы ты выбирала себе мужа С каким именем, скорее всего, бы ты бы выбрала? Вот мне уже подсказывают Никита, Владимир Ну, допустим, ты познакомилась с парнем Его зовут Никитом Никитка Вот И, значит, вы с ним общаетесь Встречаетесь И происходит так в определенный момент времени То, что он называет тебя другим именем Ну, допустим, именем Элеонора Вот Скажи, пожалуйста Ну, вообще, это на самом деле риторический вопрос И я думаю, каждая женщина может столкнуться с ним Это не вопрос там Кто виноват и что делать? Вопрос такой Бить или не бить? Я добрая Нет, ну Я даже не знаю, как здесь поступить лучше Каждый человек для себя решает Как лучше в этой ситуации поступить Я бы такой никогда не оказывалась Поэтому достаточно проблематично Ну, может быть, маленькую пощечину надо дать, конечно Спасибо Спасибо вам большое Спасибо, Максим Спасибо, Катя Это, кстати, очень выгодная позиция Когда любимое мужское имя на букву А Можно любую А Марк Максим Да, кстати Правильно Вот Вот Мы так и поняли А у нас на очереди Спасибо, Катя Очень приятно было пообщаться с вами Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Элина Мясникова Я представляю Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел России Скажите, пожалуйста Как вы шли к финалу этого конкурса? Через что вам пришлось пройти? Насколько трудно это было? Это было трудно, но достаточно интересно Мы занимались середина декабря Плодотворные репетиции Просто вообще с утра до ночи Очень много сил, много эмоций Сейчас такой мандраж перед выходом на сцену Сейчас будет мой творческий номер Расскажите о ваших отношениях Вот С теми, с кем соревнуетесь Да, с остальными участницами Какие у вас отношения? Мы подружились за время конкурса И некоторые девочки Особенно номера соседние, как правило Мы работаем в команде То есть всегда знаем, за кем выбегаем Куда убегаем Всегда вместе друг друга поддерживаем Помогаем переодеваться Краситься Приводить себя в порядок Насколько сильна у вас воля в победе именно? Насколько сильны желания? Ну, желание достаточно большое Я думаю, жюри это объективно оценит Увидев мой творческий номер сейчас Нам ожидать именно от вас Что-то такого экстраординарного Чего нет у других участников? Я думаю, что да Это будет сюрприз Все, и последнее Как от организации этого праздника Вот ваши ощущения Как все организовано? Организация имеет свои плюсы и минусы Но в целом все очень хорошо Организаторы за нами бегают в гримерке Зовут Быстрее, быстрее собирайтесь Не опаздывайте Все, спасибо большое Пожалуйста Конкурсантка номер 7 Она представляет Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации И это Элина Мясникова Министерства иностранных дел Но в полку не солгуя Пусть молитва и святая Но ложью будет то, что тебя забыла я Молитва на губах моих, как шар сгорает Молитва Пое имя повторю я снова Не познается, как и я Сколько раз произнесла ее я Не познается, как и я Да это одно имя для меня Не познается, как и я Сколько раз произнесла ее я Не познается, как и я Только это одно имя для меня Молитва Только твое имя Молитва Ваши аплодисменты участнице номер 7 Элина Мясникова Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации Громче! Ну а свой вопрос задаст Председатель молодежной палаты При Московской городской думе Иван Громов Добрый вечер Добрый вечер Очень простой вопрос Как вы любите проводить свое свободное время? Очень простой вопрос Я человек довольно-таки творческий И свое свободное время я трачу на развитие своих талантов Я занимаюсь скрипкой и вокалом Спасибо И можно сразу второй вопрос Когда будет семья, будут дети? Какие секции и чем вы любите, чтобы занимаются ваши дети? Я думаю, что о вопросе семьи я задумаюсь по окончании своей академии И думаю, что мои дети будут обязательно заниматься иностранными языками, танцами и понравившимися им искусствами Спасибо Спасибо большое Это была участница номер семь Элина Мясникова А под номером восемь на сцену выходит Александра Заболоцкая Она представляет Московскую государственную академию ветеринарной медицины И биотехнологии имени Скрябина Элина Мясникова 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 Спасибо, Александра, и свой вопрос. Участница под номером 8 задаст первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, куратор проекта «Россия. Мы должны жить долго» Татьяна Владимировна Яковлева. Пожалуйста, тоже героиня сегодняшнего вечера. Татьяна, не забывайте, друзья мои, праздник прекрасных Татьяны всех студентов. Российское студенчество с праздником вас! Не слышу! Другое дело, что меня радует, я врач по профессии. И вот смотрю на наших конкурсантов и радуюсь. Действительно спортивные, стройные, здоровые. Скажи мне, пожалуйста, как относишься ты к здоровому образу жизни? И что это такое? Знаете, я сама веду здоровый образ жизни. Лично для меня это как бы каждый день занимаетесь спортом, то есть я хожу на фитнес, бегаю с утра, поэтому это очень близко для меня. Спасибо за вопрос. А смех, веселье и вот такой праздник! Это здоровый образ жизни? Я считаю, что да. Молодец! Правильно! Спасибо! Спасибо, Татьяна Владимировна! Спасибо нашей уважаемой конкурсантке, красавице! Здравствуйте! Меня зовут Виктория Сажина, я представляю университет печати. На самом деле я тоже сам учился в университете печати. Расскажите, пожалуйста, о своих эмоциях. Вы знаете, я достаточно сегодня растеряна, но я в глубине души понимаю, что счастлива. И по окончанию конкурса я буду полностью наполнена эмоциями различными. А самое главное того, что весь этот месяц мы провели в подготовке с девочками, с которыми мы сдружились, и они действительно стали моими подругами. Расскажите, пожалуйста, о пути, который привел вас сюда. Что вам пришлось пройти, чтобы дойти наконец-то до финала? До финала? Ну, это внутренний конкурс, который проходит в университете. В нашем университете это было феерическое шоу, и мне посчастливилось стать королевой балла. Расскажите, пожалуйста, о людях, которые помогали вам. Моя группа поддержки очень многочисленна. Сегодня пришли меня поддержать студенты моего университета. Они сидят в зале. И, естественно, я благодарна тем людям, которые помогали мне готовить номера, которые все время были, так сказать, в тылу. И я всегда чувствовала их поддержку. Спасибо вам. И последний вопрос. Победа. Что для вас победа? Для вас лично? Для меня лично. Это радость родных и близких. Ведь, действительно, они все это время были рядом со мной, и победа будет общей. Все, спасибо большое. Это Виктория Саженов, Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова. Виктория Саженов, Московский государственный университет печати имени Ивана Федора. А вечером зайдет на дорогу. И свет, полюбина себя, уходит детей, дорога. Виктория Саженов, Московский государственный университет печати имени Ивана Федора. А знаете, моя мама в детстве читала немного сказок из больших и красивых книг. Я выросла, но я точно знаю, что главная любовь в моей жизни — это любовь к книгам. Именно поэтому я поступила в университет печати имени Ивана Федорова. Ведь книги раскрывают нам волшебный мир наших показов. Они заставляют нас мечтать и верить в чудеса. По дороге полюбивший нас какой-то одинокий час. Пока в глазах смеется небо, шага не опуская глаз. Если вдруг судьбе твоей случится, Заблудиться в небе синий тетрик, И ты за ней, и ты за ней. Если вам среди обиды нет, Пути удачи нет, как нет, Сбегите вверх и все печали Раздвинь голубой привет. Если вдруг судьбе твоей случится, заблудиться в небе синий цветок, и ты за ней, за ней, за ней, за ней, за ней, за ней. Спасибо, Виктория. Прекрасный и красивый голос, настоящий колокольчик звенит, но теперь вам придется попражняться в разговорном жанре, отвечать на вопрос координатора по Центральному административному округу города Москвы Совета Палаты Молодых Депутатов, Совета Муниципальных Образований города Москвы, Александра Загускина. Александр, пожалуйста, Виктория, на ближайшие несколько минут в вашем распоряжении. И, я так понимаю, Александр, отлучился у нас, да, на несколько минут? Но я готова отвечать. Любой желающий может отдать свой вопрос. Да, член жюри, пожалуйста, ближайший к микрофону член жюри подходите и задавайте вопрос. Печать. У меня такой вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, твое жизненное кредо? Мое жизненное кредо? Это мечта. То есть всегда ставить перед собой цель. Пускай это не будет какая-то большая цель, а всего лишь маленькая. Например, как победа в университетском конкурсе. И как победа сегодня, это как и маленькая, но одновременно очень большая победа для меня была. Молодец. Но всегда она ставит в себе грандиозные задачи и цели. Тогда тут не обязательно придешь. Молодец. Разумеется. Спасибо вам за вопрос. Спасибо большое. Это была участница номер 9, Виктория Сажина. Ваши громкие аплодисменты, участница. Боюсь. Боюсь. На самом деле, просто с собой общаетесь и все. Даже на камеру. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Гонтарь Кристина. Я представляю Московский государственный текстильный университет имени Косыгина. Подскажите, пожалуйста, вот у вас такой интересный наряд. Что это? Мы сегодня представляли номер стиляг и номер стиляги. То есть, опа. То есть, это на самом деле возвращение назад, да? То есть, в прошлое, да? Естественно, да. Скажите, пожалуйста, для вас что прошлое? Вот именно вот эти годы, да, стиляги? Вот вы сегодня с этой темой работали. Расскажите об этом. На самом деле, мы взяли эту тему, потому что у нас вуз текстильный. И мы хотели вот именно перенести, вот, донести вот всем зрителям вот те годы, тот яркий образ, чтобы вот и сегодня, в сегодняшней жизни так же люди выделялись, отличались все друг от друга. И следовали, естественно, моде того времени, потому что все возвращается, тот же самый горошек, те же цвета, прически. Расскажите о том, что вы чувствуете. Вы дошли до финала, вы финалистка. Это уже победа. Расскажите об этом. Сейчас я просто счастлива, потому что я только что выступила. Мы просто, я считаю, хорошо выступили, никто нигде не облажался. Вот, это был очень самый нервный такой момент именно перед визиткой. То есть, как эта визитка, представление именно себя, своего вуза. Так как все это в прошлом, осталось только дефиле. Там уже все просто, будут номинации, все награждения. Сейчас только чувствую радость и вообще восхищение от этого конкурса. Эмоции просто переполняет. Хорошо, давайте заглянем чуть-чуть в будущее. Представьте, что вы победительница, вы уже победили. Что помогло бы вам победить? Вот если бы вы победили, почему? Я думаю, это внутренний настрой. Вот именно понравится жюри. Я думаю, у каждой девушки сейчас, сегодня есть такая возможность. Ну, кто понравится, то мы уже увидим сегодня вечером. А сам факт победы. Вот вы уже победили, да? Уже не то, что помогло, а сам факт для вас. Что это? Достижение цели, галочка просто в жизни или что это? Это очень приятный момент в жизни. Естественно, это маленькая победка, которая в дальнейшем может отразиться на всю мою жизнь. Мы уже все победили, что мы здесь сегодня участвуем. То, что мы собрались, это очень тяжелый труд, то, что мы сегодня сделали. Мы готовились каждый день. Поэтому я считаю, это все вот это, это маленькие наши победы в жизни, которые нам потом в дальнейшем, я думаю, в любой даже профессии нам помогут. Пойдете на Мисс Мира или Мисс Россия? Если пригласят. Все, спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Кристина Гонтер, номер 10. Кристина! 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 Санкция студенческая. 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 Огонь залетал в моя мозга, И чудесами грезит ночь. Ах, эти жёлтые ботинки Идут отчасти прочь, прочь. Пусть всё будет так, как ты захочешь, Пусть твои глаза копейки горят. Я с тобой опять сегодня и ночью, Ну, а впрочем, следующей ночью, Если захочешь, я опять у тебя. Я с тобой опять. Я с тобой опять. Неплохой подарок День студента. Ваши аплодисменты участница номер десять, Кристина Голдарин. А вопрос тебе задать, Кристиночка, Единственный обладатель в мире Голливудской премии «Золотые ножницы» Джордж Ромалс. Микрофон, пожалуйста. Такая фантазия на тему фильма «Стиляги». Очень неожиданно и потрясающе танцуете. Спасибо. А вот Джордж уже и здесь. Привет всем! Что такая тишина? Скажи, пожалуйста, я не могу не подняться. Тебя такая красавица. Давайте погромче, погромче, я не слышал. Тем более я сегодня в новом фраге посвящаю вам этот фраг. Вот. Олег, особенно для тебя. Скажи мне, пожалуйста, что ты такая красивая. А ты ВКонтакте есть? Да? Я не женат по русскому паспорту. Скажи мне, пожалуйста, если бы тебе вот все жюри, которыми мы сегодня сидим, дали бы тебе миллион долларов. Вот нам третий номер нам подарят. Смотри. Какую пользу ты принесла бы нашу государству? Это самое главное. Микрина! Я бы, думаю, отдала бы эти деньги нуждающимся людям. Построила бы дом для детей, приют, такой для животных, которые приютили бы. Я в шоке. Я не ожидал этого. Но я ждал! Так, под номером... Десять! Аплодисменты! Браво! Вопросов нет больше. Спасибо, Джош. Спасибо, Кристина. Ну, теперь увозите всю эту красоту. Кристина! 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 Господи Тишман! Да. По поводу фрака вы мне ничего не сказали. Я очень обижен. Так, это же Олегу было посвящено. А ты ничего не сказал. Мы тоже обижены, правильно? Потрясающе, Джош. Как всегда, вы украшаете наш праздник Мисту Денчества. Спасибо. Отдельные аплодисменты Джорджу Ровелсу. Кроватская Анна. МГУ. МГУ. Ничего себе. Вот это вуз на самом деле. А скажите, пожалуйста, Анна, как у вас в плане учебы? Средненько. То есть не отлично? Я перенесла сессию, я буду ее закрывать после конкурса. Так как у нас было много репетиций и невозможно было сосредоточиться на учебе. Скажите, как приняли решение идти на такое мероприятие именно на Мисс Студенчество? Надо было, сказали надо. Я взяла и пошла. Вот. Замечательно. Что вы сейчас чувствуете, когда оказались уже в числе финалисток? Страшно. Жутко страшно выходить на сцену и не хочется, хочется убежать оттуда. Вот. И боюсь я. Замечательно. А скажите, пожалуйста, вот давайте предположим, что вы уже победили, да? Вы уже победительница. Что помогло вам победить? Какой-то вот секрет? Не знаю. Нет. Не могу так. Ладно, хорошо. Тогда, в принципе, последний вопрос. Для вас победа в конкурсе, что для вас это значит? Ну, во-первых, даже если я не выиграю этот конкурс, то все равно как бы с нами столько работали. Это, ну, внутреннее развитие, а меня стали уважать еще больше мои одногруппники, вот. Обо меня узнал весь Московский государственный университет, вот. И, ну, для меня это в первую очередь я бабушку порадовать, чтобы она на меня посмотрела и сказала, какая у меня внучка молодец. А подруги как отреагировали? Самые близкие? Самые близкие, они за мной сейчас и помогают мне переодеваться, готовятся к каждому выступлению. Все, спасибо большое. А на сцене появляется конкурсантка номер 11, Анна Каравацкая, Московский государственный университет имени Ломоносова. Встречаем! Когда я была маленькой, я очень любила мультфильм «Анастасия», особенно в моменты балла. Я представляла, как вырасту и буду так же, как и главная героиня мультфильма, ходить на такие же торжественные мероприятия. Время шло. Я выросла и поступила в Московский государственный университет имени Ломоносова. Какой же был у меня восторг, когда узнала, что там проводятся осенний и весенний бал. Я хотела бы погрузить вас в ту атмосферу, когда первый раз пришла на бал в МГУ. Поехали. ПОДПИССМЕЙСКОТ ПРЕВОЗА Une часть ПОДПИСНАНação Университетี МГУ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Вот какая красота и какой трепет и, конечно, на балах, на котором сейчас была Анна Каравацкая, на балу, особенный почет, особенное отношение к военному. Поэтому сейчас вы будете общаться, Анна, с военным человеком, с настоящим полковником запаса, вице-президентом общественной организации «Защита-Р». Пожалуйста, Сергей Александрович Кровец. Аплодисменты, друзья мои! Добрый вечер! Поздравляю всех с праздником! А к вам у меня вопрос. Почему все мужчины, которые участвовали в подтанцовке до вас, испытывали дрожь в коленках, а ваш партнер нет? Мы долго репетировали, и он уже привык ко мне, я думаю. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Анна. На каком факультете вы учитесь? Психология. Спасибо. Это была Анна Каравацкая, МГУ, номер 11. Представьтесь, пожалуйста. Инесса Кшевецкая. Какой вуз представляете? Московский государственный технический университет имени Николая Ирнастыча Баумана. Расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете, оказавшись уже в финале? Ну, скорее всего, победу даже. Личную победу, потому что участие и борьба в конкурсе, и представлять лицо такого великого и достойного университета, как Бауманка, очень. Достойно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, отношения с остальными соперницами у вас какие? Хорошие. Никто никому, как обычно традиции, там на платьях бретельки не обрезает. Шпильки вроде стекла тоже не подкладывают. Замечательно. И такой вопрос. Давайте заглянем чуть-чуть в будущее и представим, что вы уже победительница, да? Все, вы уже победили, у вас корона. Что помогло вам победить? Скорее всего, мой девиз, с которым я иду по жизни – бороться, искать, найти и не сдаваться. С этим девизом я и достигаю поставленных целей, и, видимо, победы в своих. Все, спасибо большое. Спасибо. Инесса Кшевецкая. Московский государственный технический университет имени Баумана. Господа, вот мы и пришли к главному корпусу МГТУ имени Баумана. Хотите полететь в космос? Учиться надо именно здесь. Самое сложное – запись первой сессии. Именно на ней многие сдаются. Но если вы с блеском пойдете все испытать, вас могут отобрать в отряд подготовки космонавтов. Знаешь, о чем я сейчас думаю? О чем? Что можно быть юристом или экономистом. И тебе стоит бросить то имени Баумана. Да ну тебя, Бенаплик, я буду учиться в Бауманке. Бауманка, это круто. Да не я туда поступить не смогу. Конечно, мы желаем тебе победу в конкурсе Мисс Студенчества. Скорее присоединяйтесь к нам. Ребята, Бауманка, это круто. Бауманка, это круто. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Самая высокая судья в России, Российская Академия правосудия Екатерина Васькина. Вопрос конкурсантки под номером 13 задают заслуженный артист России, продюсер Игорь Селиверсов. Пожалуйста, Игорь, перед вами эта девушка, которая так идет мать ее ослепительным волосам. Спасибо. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Ну, у вас прекрасная команда. Я думаю, вам. Спасибо. Это замечательно, что у вас так много ваших сторонников, они вам все помогали, вы все вместе репетировали. А вообще, долго вы репетировали свое это участие? Вот готовились к конкурсу, вы лично, Катя, ну и, конечно, вот все люди, кто рядом с вами. Ну, вместе с конкурсантками другими мы репетировали с начала января. Даже в декабре, в конце декабря. А с моей командой мы на той неделе только начали репетировать, и за 2-3 дня мы сделали этот номер. Фантастический результат. Спасибо вам, ребята. Но это еще не все мои вопросы. А вот для вас участие в этом конкурсе вообще что значит? Волнуетесь вы? Какие-то цели ставите перед собой? Ну, конечно, во мнении есть, и для меня это участие в этом конкурсе, это что-то новое, наверное. И я чувствую, что становлюсь совсем другой, и после этого конкурса все поменяется, мне кажется. Преводитесь в брюнетку вдруг. И брюнетку тоже. А как вы настраивались на конкурс сегодня? Вот, может быть, какие-то есть специальные советы, чтобы меньше волноваться? Может быть, с утра встали, что-то особенное съели? Может быть, выпили? Расскажите о сегодняшнем дне. Как вы его провели с утра? Во сколько проснулись? Проснулась я... Где? Ладно, дома. Проснулась дома и сразу приехала сюда на репетицию. Что ели? Ничего? Честно, ничего не ела с утра, потому что было волнение, и я не могу есть когда волнуется. Вы знаете, у меня тоже самое. Когда я волнуюсь, я вообще не могу есть. Спасибо. Желаю, чтобы вы хорошо покушали после ужина, и у вас были хорошие результаты вместе с ребятами. Вы получали это прекрасное приключение, которое вы будете сминать всю жизнь. Я вас поздравляю, вас за смелость, и ваших ребят, за то, что они так за вас держат кулачки. Желаю вам удачи. Спасибо большое. Спасибо, Игорь. Спасибо, Катя. Практически родственные души. А посмотрите, на сцене уже появляется представительница Российского государственного социального университета, конкурсантка номер 14, Яна Данчин-Ю. Яна! 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 Яна Данчин-Ю, конкурсантка номер 14, если есть в зале все-таки люди, которые за нее болеют, то сейчас вам нужна, ей нужна ваша поддержка. Все наладилось сразу, вы видите. Данчин-Ю, конкурсантка номер 14, яна Данчин-Ю, конкурсантка номер 14, яна Данчин-Ю. Именно в далекие 60-е так влюблялись и встречались наши родители. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, И счетки девушек горят, с утра горят румянцам. Пришли девчанки стоят, в сторонке, платочки в руках, и ребят, Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят. А ведь видел я немало, вижу малых их кино, Но ни одна из них не стала, лучше милых все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты, И милее всех на свете, караэна, как за три. А у нас во дворе здесь девчонка одна, Среди шумных паров, неприметна она, Никому из ребят неприметна она. Я гляжу не все, ничего, а я все гляжу, Глаз не отрожу. Дождь и выстрелы вновь венели, Разогнала всех людей гроза. Но идет прохожий по панели, И смеются радостно глаза. Дождя ни капли не пугается, И хоть и ведь гроза мы прошел, Человек идет и улыбается, Значит, человеку хорошо. Человек, где ты улыбается, Значит, человеку хорошо. То, то, племени теряй, Досками без мамы до шага, Отойди прохожий стороной, Видишь, человек идет большой. КОНЕЦ 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 Вот опять небес темнеет быть, Возле окна в суток не дождись. Здесь живут мои друзья и дыхание стоя, В ночные окна, я дымаюсь я. Здесь живут мои друзья и дыхание стоя, В ночные окна, я дымаюсь я. Российский государственный социальный университет и конкурсантка номер 14 Яна Данчинью. Ваши аплодисменты! Вопрос задаст заместитель полномочного представителя губернатора Нижегородской области в Москве Татьяна Алексеевна Васильева. Добрый день! Я хочу всех поздравить с татьяным днём. Мы здесь тоже уже много нас, Татьяна. Вы знаете, и то, что это действие студенчества, это очень здорово. Скажите, пожалуйста, РГСУ всегда был в первых рядах любых инициатив, связанных с активной студенческой жизнью. Как вы принимаете в них участие? Очень активно. Вы с парабастовскому студенчеству участвуете? Обязательно, каждый год. Замечательно, спасибо. Успехов вам! Спасибо. Спасибо. С ума сойти, какие разносторонне одарённые наши сегодняшние красавицы и студентки. Спасибо, Яна! Спасибо и браво! Спасибо. Спасибо, но... Он с ума сойти. Поздравляем вас с тем, что вы победили. Скажите, какие ваши ощущения? Ощущения, как всегда, приятные. Весёлые, добрые, самые искренние. Очень хорошее впечатление от конкурса. Действительно, мне очень понравилась и организация, и наш строгий организатор этого шоу. Я уже научилась держать свои эмоции. У меня теперь получается. Что помогло победить? Ну, наверное, талант. Коротко и ясно? Да, талант и искрененность. Всё, спасибо большое. Спасибо. Поехали. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Надежда Нестерова. Представляю первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Расскажите о ваших ощущениях, когда вы уже оказались здесь в финале. Ну, незабываемые ощущения. Естественно, приятные. Потому что долгий путь проделал. У нас было много репетиций, много подготовок. И вот уже... Жалко только, что всё это быстро очень проходит. Готовишься к этому месяцами, а вот мероприятие 3 минуты, кажется, и всё. Что вдохновило вас выйти на этот конкурс? Ну, я вообще на сцене с 4-х лет. Занимаюсь вокалом и танцами, поэтому я просто люблю сцену. А здесь такая большая сцена, и есть возможность выступить перед такой многотысячной аудиторией. А как отреагировали родные и близкие, когда узнали, что вы окажетесь здесь? Ну, мои родители уже привыкли к тому, что я постоянно выступаю, работаю. У меня свой собственный коллектив, поэтому они все мои начинания поддерживают. Скажите, пожалуйста, вы такая красивая девушка, да, участвуете в конкурсе красоты. Кем вы работаете? Ну, пока я ещё не работаю по специальности, я работаю преподавателем в школе танцев в одной из московских. А я вообще будущий провизор. Хорошо. Было интересно узнать, а вот насколько сложно простым молодым людям, да, познакомиться с вами, с участниками конкурса такого? Ну, мне кажется, это вообще как-то не зависит, участница конкурса или обычная девушка. Всё зависит от человека, который собирается познакомиться. Вот мне, например, интересно, чтобы человек был с чувством юмора и такой развитый, чтобы мне было с ним не скучно. И интересно узнать что-то новое. А если представим на минуту, что вы уже победительница, да, что вы выиграли этот конкурс, что помогло вам победить? Целеустремлённость, наверное. Что пожелаете остальным участницам? Я всем девочкам желаю добиться того, чего они хотят. Потому что, конечно, каждый хочет победить, но я думаю, что все получат по заслугам. Спасибо большое. Государственного медицинского университета имени Сеченова, номер 15. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Профессор, а потом направо вы будете в заблуждение честных граждан? Позвольте, позвольте, я решу, с чего вы это делаете? Вы пишете о том, что производится классическое закрытие микронных вещей, я знаю, начинка. Как в этом можно поверить? Можно немножко. В Первом медицинском университете возможно всё. Наденька, вот, к примеру, Надежда Нестерова, она студентка нашего вуза. Кроме того, что она отлично учится, занимается научной работой, она ещё и принимает активное участие в культурной жизни, является руководителем танцевального шоу-балета «Комфетти». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы тобой должны гордиться Верними Жизнь своей Достояние Верними Мне кажется, такого не бывает. Она лечит, учится на отлично, садится на шпагах, танцует и отвечает на вопросы первого заместителя председателя Комитета общественных связей города Москвы Алексея Александровича Савиной. Все это номер 15. Надежда Нестерова. Вот такое можно только на нашем конкурсе увидеть, правда. Надежда, во-первых, хочу сказать огромное спасибо и всей команде вам за прекрасное выступление. Нам очень понравилось, мы поняли, что будем лечиться мы слузок и весело, и будем здоровы. Но вопрос у меня такой. Москва многолитом, многогранно. Что для вас Москва? Москва? Ну, для меня Москва это город, в котором я принялась, в котором была вся моя семья. Город огромной истории. Величайший город вообще планеты, я считаю. Спасибо. 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 Номер 15. Надежда Нестерова. Спасибо, Надя. Спасибо всем твоим коллегам. Вы доставили нам настоящее эстетическое удовольствие. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Кузина Ксения. Я представляю Московский государственный институт индустрии и туризма. Ксения, скажите, вы добрались до финала. Что вы чувствуете? На самом деле, очень масса эмоций, впечатлений и волнения, и страх, и удовольствие. И все смешалось в одно единое какое-то чувство непонятное. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что необходимо девушке для того, чтобы победить сегодня? Я думаю, необходима какая-то уникальность. То, что присуще только ей. И, конечно, стремление к победе. Когда вы ходите на сцену, там очень большое количество людей. Вы не стесняетесь? Нет, вы знаете, я уже давно выступаю. Я привыкла к сцене и к людям, и у меня нет никакого страха. Как отнеслись родные и близкие, когда узнали, что вы будете участвовать в этом празднике красоты? Они очень обрадовались, что я участвую на таком крупном, так скажем, конкурсе, как Мисс Студенчества Москвы. Они меня поддерживали всячески. Всегда были со мной на протяжении всей подготовки, на протяжении этого месяца. И помощь их просто была необходима. И они мне ее указали. Я очень ему благодарна. Скажите, пожалуйста, есть у каждого человека, я думаю, девиз, с которым он идет по жизни? Вот какой он у вас? Девиз? Я думаю, никогда не сдаваться. Вы никогда не сдаетесь? Никогда. Давайте представим, что вы на минуту уже, на минуту заглянем вперед и представим, что вы победили, да, что вы уже победительница этого конкурса. Что? Это моя зебрушка, да. Что? Что помогло победить? Я думаю, мне помогли победить мои друзья, мои близкие. Их вера в меня. Также то, что я не отступилась и пошла все-таки на этот шаг, выступила и дошла до финала, до конца. Мое стремление. Что посоветуете, пожелаете, может быть, другим участницам? Все девчонки, на самом деле, большие молодцы. Очень талантливые, очень разноплановые номера. И я бы им пожелала всем удачи, конечно, и дальше творческого роста и развития в их дальнейшей жизни. Все. Желаем вам победы. Спасибо. Спасибо вам. Все. Поднять якорься на борт, готовимся к переходу. Спасибо. Спасибо. Играет музыка 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 Это оружие нападения Удачи вам Спасибо большое Спасибо Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Лукан Александр, я представляю университет геодезии картографии Подскажите, пожалуйста, а что это у вас за такой наряд? Я императрица Екатерина II Я основательница своего университета Университет основала как раз эта великая женщина И я решила, ну, здорово будет, если я ее покажу и расскажу о ней Как вы считаете, Екатерина II сможет удержать победу? Ну, все возможно Никто не... То есть у всех и у каждого, и у каждой участницы есть шанс Они все достойные И я каждую знаю лично Правда, они все классные, все Хорошо, оказавшись уже в финале, да, пройдя путь там отборочной Что вы чувствуете? Я чувствую какую-то обустошенность, потому что вот кончится этот конкурс и все Все, больше ничего Может быть, конечно, там какие-то свои уже конкурсы, какие-то свои творческие продвижения, но куда дальше? А как же Мисс Мира? Мисс Мира? Ну что вы, что вы Екатерина II лучше останется в своем университете? Абсолютно с вами согласен Все, спасибо вам большое Александра Лукаянова Где-то в стенах столицы Был 18 век Будет визит царицы Мой горбой пицц То есть геодезисты Волнуют ее вопрос Зачем они ходят с рейфа Позову их на допрос Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла наличие преды тебя had three désмор Independent Передыв Megg Пусть вчера день покажет, в будущем и в год, Будет ли удостоить Родину верить в Крым. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Чьи, чтоб вы должна себя, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Пусти, где-то зиям нужна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Александрович Ножов. Александра. Мой вопрос достаточно простой. Вы знаете, многие девушки победители цеподобных конкурсов делают потом весьма успешную карьеру, ведут интересные шоу и даже становятся ведущими телевизионных передач. Наверное, таких примеров немало, вы, наверное, знаете. И вот, если немножко помечтать и представить, что завтра вам позвонит Константин Эрнст или продюсер какого-нибудь другого крупного федерального канала и предложит любую телепередачу на выбор, шоу, может быть, новости, что-то еще. Что бы вы хотели вести и почему? Во-первых, здравствуйте. Вести, вы думаете, я достойна. Во-первых, это очень профессионально, наверное, будет. И если вести что-то, наверное, нужно этому учиться. А учиться никогда не поздно. Я думаю, если предложат, может быть, все получится. Ну, а все-таки, конкретно, какую бы телепередачу вы хотели бы вести? Телепередачу, да? Наверное, про здоровье. Про здоровье души. Мне кажется, здоровье души как раз это самое главное. Не здоровье тела. Потому что здоровье всего человека начинается с души. Я всем желаю, чтобы у всех была здоровая душа. Спасибо. И это на ощупь, наверное, растет конкуренция и смена. Спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо, Сергей Александрович. И вот практически тест сейчас выдержала, да, Саша? Можно смотреть на меня? Либо сюда, либо туда, да? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анна. Какой вуз представляете, Анна? Я представляю Московский государственный горный университет. Замечательно. Подскажите, пожалуйста, вот у вас такой замечательный наряд такой. Это что, это вы сами сделали руками или как? Нет, это было куплено вот специально для моего номера. Визитка. Скажите, пожалуйста, какие чувства у вас сейчас, когда вы уже финалистка, вы уже дошли до финала? Сейчас у меня очень восторженное чувство. Вот, еще, конечно, волнительно, потому что я еще не выступала, вот, не показывала свой номер. Но я думаю, что все будет хорошо. Какой путь пришлось пройти для того, чтобы оказаться в финале? Ой, было очень много у нас времени. Вот, был отборочный тур. После еще один отборочный тур уже в университете. Вот, я там выиграла. И теперь я представляю свой вуз на этом замечательном конкурсе. Подскажите, пожалуйста, вот, давайте заглянем чуть-чуть в будущее и предположим, что вы уже победили. Вы уже победитель. Скажите, пожалуйста, вот, что помогло вам победить? В первую очередь это вера в себя. Вот, еще мои близкие, моя поддержка. Все, кто меня окружали, близкие, родные люди. Хорошо. А что для вас победа? Это просто галочка или что-то большее? Нет. Для меня это, в первую очередь, уверенность в себе, счастье. Вот, все самое-самое восторженное. Спасибо, вы очень красиво. Спасибо вам. Большое. Спасибо. Спасибо. Это студентка Анна Чувпила. Номер 18. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 которая точно так же из года в год с нами радует нас. Спасибо. Да, вот я поэтому и решила ее заменить. Вы знаете, вы прекрасно действительно смотрите на сцене, великолепно танцуете, вы пропагандируете. Номер великолепный. Скажите, такую профессию вы выбрали. Вот такая великолепная, замечательная девушка. Вы будете работать в шахте или где-то, я не могу вас представить. У меня очень интересная профессия. Вот профессия моя Марк Шейдер. Марк Шейдер – это не просто слово. У Марк Шейдера очень интересная работа. Она в недрах, это под землей. То есть это шахты, это все очень интересное. Природа другая, очень много людей. То есть это очень сложно, ответственно. Работа Марк Шейдера – очень ответственная работа. Спасибо за ответ. Вы еще раз прорекламировали свой институт. Спасибо. Спасибо. Ну и Марк Шейдер не имеет никакого отношения, да, к этой профессии? Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Семенова Юлия. Какой вуз вы представляете? Институт администрирования международного туризма. Я вообще ставлю на четвертом курсе. Скажите, пожалуйста, когда вот ваши родные и близкие узнали о том, что вы попали в финал, как они отреагировали? Реакция была разная. Конечно же, они все очень радуются за меня и желают мне победы. Замечательно. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вы оказались в финале, да? Что вы чувствуете? Я чувствую смятение, возбуждение перед началом моего выступления на визитке, потому что это творческий номер, который мы готовили с моей группой поддержки очень долгое время. Я надеюсь, вам все понравится, вы увидите сегодня и так же. И я, конечно же, хотела бы занять какое-то из призовых мест. А в подобных каких-то конкурсах участвовали? Да, участвовала, но не в таких масштабных. Хорошо. А если речь пойдет о Мисс Мир и Мисс Россия, будете выставлять? Конечно. Скажите, пожалуйста, на вас такой замечательный наряд. Что это? Это платье, подарок моей подруге. Вообще в таких платьях, в католических церквях поют песни церковные. Но ждет сюрприз, потому что под этим платьем есть еще один наряд, и это интрига номера. Давайте вот представим, что вы уже победили, да? Вы уже победительница. И скажите, да, ну, к примеру, что помогло вам победить? Что помогло вам одержать эту победу? Поддержка и вера в меня, в моих близких людей. А победа в конкурсе – это просто сама цель, или это что-то большее? Для меня это что-то большее. Это означало бы, что я действительно на правильном пути, и что мне надо продолжать двигаться в этом направлении и не сдаваться. А как приняли решение именно выставляться на конкурс, идти? Как вы? У вас были какие-то бессонные ночи? Может, вы, скажем так, не были уверены в себе, или как? Конечно же, не до конца была в себе уверена, потому что я знала, и вы сами можете наблюдать, какое обилие красивых девушек с красивыми поставленными номерами присутствует на этом конкурсе. Но потом я решила отбросить все сомнения, все испуги, так как я считаю, что лучше жалеть о том, что ты сделал, чем жалеть о том, что на что ты никогда не решился пойти. И я считаю, что я сделала правильный выбор, что пришла туда. Я еще не пожалела. У нас уже середина конкурса была, два танца, впереди визитка, творческий конкурс, и еще два танца после этого. И я полна радости и восторга от конкурса. Все, спасибо большое. Вам спасибо. Юлия Семенова Юлия Семенова Юлия Семенова Юлия Семенова Юлия Семенова Юлия Семенова Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok И давай, Юля, поговори со членом Московской ассоциации кулинаров Олегом Ильиным Он задаст тебе главное вопрос Дай единственный верный ответ А я тебе дам свой микрофон Юля, добрый вечер Добрый вечер Спасибо тебе за прекрасный номер Скажи, пожалуйста У нас все конкурсантки делали торти Я видел твой торт И спрошу Как ты относишься к честности? Я стараюсь всегда быть честной, искренней, любопытной душой всегда. Это замечательно. Спасибо. И второй вопрос. Ты тортик делала сама или тебе кто-то помогал? Помогали, конечно. Такую красоту помогали. Видите, ко мне у вас прекрасная группа поддержки. Ну, великолепно. Я честно с тебя высокие оценки поставлю. Спасибо большое. Спасибо, Юля. Спасибо, Олег. Спасибо большое участнице номер 20 Юлии Журовковой и, конечно же, ее великолепной группой поддержки. Ну, а Российский государственный торгово-экономический университет представляет Екатерину Мак. Екатерина выступает под номером 21. Внимание на сцену. Мурин Руш – это то место, которое я бы хотела воплотить в моем будущем ресторане. Потому что шок и атмосфера, которая была там, больше нельзя было увидеть и почувствовать нигде. А сейчас вы на несколько минут окунитесь в атмосферу Мурин Руш, где пелье, блестки и невероятные танцы. Мурин Руш – это то место, которое я бы хотела воплотить в моем будущем. Мурин Руш – это то место, которое я бы хотела воплотить в моем будущем. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, вы все шокировали, девочки. Молодцы. Я хотел бы задать такой вопрос. Ты встретилась с президентом Российской Федерации. Что бы это ему сказала? Для начала бы переоделась, наверное, да? Для начала бы я не трофон отдал Силмару. Ой, да, сложный вопрос. Ну, если бы я его встретила, я думаю, попросила бы работать вместе с ним, быть помощницей. Только такие девчонки должны быть у руля нашего государства. Тогда будет все в порядке. И те советы, которые ты ему будешь давать, они будут просто востребованы. И красота спасет мир. И Россию нашу. Спасибо. Спасибо большое ваше аплодисменты участницам номер 21. Да, кстати, кто-то тут говорил о высоких оценках за честность. А у нас на сцене заключительная на сегодня визитная карточка от конкурсантки номер 22, студентки Государственного академического университета гуманитарных наук. Витара Дубинина. 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 принимать участие в этом уникальном конкурсе «Мисс Студенчество Москвы». Это и большая честь, и большая ответственность. Тем более выступать в концертном зале «Россия». Это многодневный труд, не одного дня. И одновременно были экзамены и зачеты. Как же вам удалось успеть и здесь, и там? И все ли в порядке? Знаете, это мой маленький управленческий секрет. Я управленец, и все ли так не раздаю. Скажите, а ваши преподаватели, педагоги шли навстречу, учитывая, что вы будете защищать честь вашего замечательного вуза? Конечно, они даже в зале есть. Спасибо им большое, спасибо вам. Спасибо, Гита. Это была заключительная 22-я визитная карточка. Я предлагаю всем залам поаплодировать участницам, и к преподавателям, которые есть в этом зале. Ура!